Что мне нужно нарисовать? График. Это несложно. График. Только, ребят, поскольку мне все-таки, как и привычно, что оси x и y, можно я буду доказывать не про x и y, а про какие-то положительные числа i и y, ладно? Вам все равно, а тогда мне будет как-то легче говорить про график y равняется 1x. Замечательно. Итак, вот этот самый график. y равняется 1x, деленное на x. Я покажу вам все для случая, когда числа а и b у больше 1. 1x. На самом деле, потом обсудим, что бывает, если 1x меньше 1 и если оба меньше 1. Значит, поехали. Где-то здесь у нас есть число b. Замечательно. Что такое буквальный логарифт на число а? Это площадка, которую я сейчас застекал. Натуральный логарифт на число а. Что такое натуральный логарифт на число b? Это вот такая вот площадка. Замечательно. А у меня еще есть натуральный логарифт на число а и b. Давайте поймем, где на этой нашей картинке произведение. А больше 1, b больше 1, значит, произведение будет, на самом деле, еще дальше. Произведение будет больше обоих чисел а и b. И натуральный логарифт на число а и b, это вот такая вот площадка. Согласны? Понимаете? Это вот такая вот здоровая площадка. Замечательно. Итак, пишем. Это есть интеграл. От единицы до а, b дт разделить на b. Ну, дальше, наверное, вам все понятно. Я говорю простую вещь, что от единицы до а, b можно дойти так. Сначала дойти до b, а потом от b и идти до а, b. То есть, вот вся эта большая площадь состоит из вот такой, когда до b доходим, и вот из этого кусочка. Значит, поскольку у нас просто-напросто вот этот по определению неправильный логарифт на b, то у меня осталось разобраться с интегралом от а до а, b, дт разделить на b. Отлично. Что это такое от b до а? Это вот эта вот незаштрихованная площадь. Что такое натуральный логарифт а? Это дважды незаштрихованная площадь. Нужно доказать, что вот эта площадка равна этому. А здесь совершенно замечательная, красивая идея. Вы можете выполнить такое преобразование. Вы можете в b раз растянуть вдоль оси абсцисс и ровно в столько же раз вот эту фигуру сжать вдоль оси ординат. Давайте я это запишу формулу. Значит, если у вас есть точка с координатами x, то вы можете ее абсциссу умножить на число b, а ее ординату на это самое число b разделить. Что при этом произойдет? Точка с координатами 1,0 перейдет в точку b,0. Точка с координатами а,0 перейдет в точку с координатами а,b,0. Точка с координатами 1,1 перейдет в точку b,1,b. Точка с координатами А, одна АТ, перейдет в точку АВ и единица делить на АВ. Господа, а любая точка вот здесь вот удовлетворяла такому равенству. Х умножить на у равно единице. Так честное слово, если вы не х на у будете умножать, а бх будете умножать на у, деленное на В, то вы опять получите единицу. Вот такое преобразование переводит гипербол саму в себя. И это означает, что вот этот кусочек гиперболы перейдет в такой кусочек, ну, а про остальное я уже проверил, что вершина перейдет в вершину. Таким образом, вот этот вот интеграл, это интеграл числа А. То есть это натуральный алгоритм числа А. Натуральный алгоритм числа А. Основное свойство доказана. Почему площадь сохраняется при нашем преобразовании, надеюсь, понятно. Потому что в конечном итоге площадь же состоит из таких вот прямоугольничков, понимаете, да? А у каждого из этих прямоугольничков основание в В раз увеличится, а высота в В раз уменьшится. Значит, одна сторона на В умножилась, другая на В разделилась, площадь в результате не изменилась. Вот, итак, что делать, если А и В будут оба меньше единицы и больше 0? Господа, честное слово, все будет абсолютно такое же. Просто абсолютно такое же, только в эту сторону. Немножко сложнее понять, что делать, когда одно из чисел А и В больше единицы, а другое меньше единицы. Давайте, на всякий случай, я сейчас эту картинку вам нарисую. Хотя, ну, честное слово, это действительно абсолютно просто и понятно. Ну, давайте так, например. Пусть у нас будет число А меньше единицы, пусть число Б будет больше единицы. Ну, и, например, число А умножить на Б будет больше единицы. Давайте так. Тогда как выглядит наша картинка? Значит, вот эта точка 1,1, да? У нас есть число А, которое от нуля до единицы расположено, да? У нас есть число Б где-то вот здесь. И у нас где-то вот здесь, чуть больше единицы, есть число А умножить на Б. Замечательно. Что нужно доказать? Нужно увидеть, что вот эта вот площадь равна разности между вот такой площадью и такой площадью. Ну, господа, как... Если честно, выхлопка строго та же самая. То есть, если мы берем интеграл от единицы до А, Б, то мы можем взять интеграл до Б и вычесть из него вот эту площадь. А вот эта площадь равна вот этой площади при помощи того самого преобразования, увеличения в Б раз всех абсцисс и уменьшения в Б раз всех ординат. В общем, ребят, кому интересно, сами прессуйте. В общем, поверьте, что это действительно так, все замечательно. Формула верна для любых положительных чисел А и Б. Хорошо. Основное свойство алгарифма мы не доказали. Спасибо. 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 Спасибо.